Здравствуйте! Вы смотрите наши новости на телеканале ИТВ. Начинаем эту неделю вместе и вот о чем будем говорить в сегодняшнем выпуске. К Крыму временно приостановили прохождение диспансеризации и медицинского осмотра. Соответствующий указ подписал глава республики. 29 населенных пунктов Крыма остались без воды из-за пересохших скважин. Природный источник на места будет доставлять машина. Надо найти рецепт, коллеги, по решению данной проблемы. Пустые емкости для воды и несоблюдение графика. На что еще продолжают жаловаться жители столицы. Качество отвратительное, но мне хоть какое-то качество. Дело в том, что говорили и обещали эти баки. Где они? Не пройти, не проехать. Улица Хвойная в Симферополе стала дорогой с препятствиями. Местные жители переживают, что скорая или пожарная не смогут к ним добраться. Когда начинается ливень, то тут заливает так, что река сносит, снова сбивает. Прошедшие выходные отличились одинаковой численностью случаев COVID-19 посуточно. И в субботу, и в воскресенье на территории республики прибавилось по 79 заболевших. В итоге 158 за два дня. Всего на текущий период с момента начала пандемии в Крыму зарегистрировано 3808 случаев коронавирусной инфекции. 95 из них завозны из-за границы, 124 из других субъектов Российской Федерации. При обращении граждан за медицинской помощью и по контакту с ранее зараженными лицами выявлены 2940 случаев заболевания. Еще 649 при обследовании здоровых лиц. За все время коронавирусной инфекции в республике выздоровели 2406 человек. Роспотребнадзор настоятельно просит граждан в обязательном порядке соблюдать масочный режим и социальную дистанцию при посещении общественных мест. Ситуация по контролю заболеваемости по-прежнему находится на контроле оперативного штаба республики. Крыму временно приостановили прохождение диспансеризации и медицинского осмотра. Соответствующий указ подписал глава республики. Медицинские осмотры и диспансеризация населения отменены временно на период действия режима повышенной готовности. В документе, опубликованном на сайте правительства Крыма, исключение составили дети-сироты, пребывающие в стационарных учреждениях, а также дети-сироты и дети, находящиеся в трудной жизненной ситуации, оставшиеся без попечения родителей, усыновленные либо принятые под опеку. Глава Крыма Сергей Аксенов поручил профильным чиновникам найти рецепт избавления крымской столицы и прилегающих микрорайонов от грязной воды. На желтый цвет природного источника продолжают поступать жалобы от местных жителей, а 29 населенных пунктов республики и вовсе остались без воды. Причиной послужили пересохшие скважины. Способы решения этих и ряда других проблем обсуждали сегодня в стенах Совета министров республики на очередном совещании по ситуации с водоснабжением. 29 населенных пунктов в Крыму с сегодняшнего дня переведены на режимное водоснабжение или на подвоз воды. Причиной послужило исчезновение природного ресурса в скважинах. Симферопольский филиал воды Крыма получит дополнительные водовозки, чтобы в полной мере обеспечить водой данные населенные пункты. Ограничивать местных жителей только подвозом воды не планируется. Минимум раз в неделю ее будут подавать из кранов. Моя точка зрения однозначная, я ее как инженер провожу в день, что хотя бы раз в неделю, раз в неделю вода у людей должна быть по сетям. Это там, где чистый подвоз. Потому что на подвозе они не обеспечат работу ни стиральных машин, ничего остального. Поэтому сейчас инженерная часть предприятия занимается именно тем, чтобы то, что вы сказали, с какой-то мощностью, пока не очень большой, но все-таки с периодичностью давать людям воду по сетям. Профильное предприятие в ближайшие 30 дней планирует закупить дополнительную технику – машины для подвоза воды. Одновременно будут набирать и обучать водителей. Среди других вопросов, переходящих от одного совещания к другому, жалобы на грязную воду от жителей крымской столицы. Рецепт решения проблемы поручил найти глава республики. У нас обращение по грязной воде есть, коллеги, и не сняты до сих пор. Поэтому давайте хотя бы в такой ситуации, что струйка тонко идет, так хоть нержавой, надо найти рецепт, коллеги, по решению данной проблемы. Я лично, еще раз говорю, ситуацию проблемную не вижу. Я имею в виду, все понятно, почему это происходит. Давайте найдем техническое решение. Все обращения по качеству воды Сергей Аксенов поручил рассматривать в кратчайшие сроки. Сама работа по устранению проблемы должна проводиться совместно с управляющими компаниями. Тем не менее, избавиться полностью от грязной воды в кранах симферопольцев, по словам руководителя воды Крыма, не получится. Среди других жалоб от местных жителей низкое давление, из-за которого вода не поднимается на верхние этажи. Таких домов в крымской столице 45. Мы понимаем всю эту ситуацию, довозим воду, курсируют водовозки. Но, конечно, людей не устраивает, они очень просят, потому что мы общались лично. Просят о том, что даже если эта вода будет час-два в сутки, то хочется, чтобы она была из крана, чтобы можно было вымыть тебя и детей. Вы имеете в виду верхние этажи? В верхние этажи, совершенно верно. Заканчиваем врезку, систему водоснабжения в подвальных помещениях. Ставим водозаборы для того, чтобы людям было удобнее набирать в подвале и подниматься. Понимаю, что все равно некомфортно. Но, тем не менее, это ближе, чем набирать съемкости. Подавать воду в эти дома глава Крыма поручил вне графика на полтора-два часа, чтобы местные жители успели набрать необходимое количество H2O. Мария Моссор, Служба новостей и ТВ. Водный кризис в Крыму напоминает о себе все чаще. Во многих районах Симферополя не соблюдается график подачи воды. Хромает ее качество. А в установленных рядом с жилыми домами емкостях воды и вовсе не бывает. Что думают о жизни без воды симферопольцы, знает Татьяна Ополева. График подачи воды в Симферополе был принят и согласован уже давно. Но его добросовестное исполнение и качество самой воды по сей день вызывают недовольство и вопросы у граждан. Городским властям постоянно поступают жалобы и звонки с просьбами о помощи. Насколько болезненным и актуальным остается вопрос о соблюдении графика, рассказали жители столицы. Качество тоже, по-моему, какое и было. Ну, может, помытнее чуть-чуть. А так вот с девяти отрубают и до шести вечера. С утра, когда встанешь, до девяти надо бегом-бегом, а потом до шести ничего не делаешь. Ну, так воды наберешь, там, пару-тройку баков. Соблюдается, да. Только вот вчера включили, и она так плохо шла. Еле-еле-еле. Вот только вчера. А так включают и нормально. Как ни странно, вопрос о регулярной подаче воды не беспокоит только тех, кто обосновался в частных домах или на первых этажах многоквартирных домов. До тех, кто живет наверху, вода и вовсе не доходит. Вчера вообще не было, восьмой этаж, восьмой этаж. Вообще не было воды, на верхний этаж не заходило. А сегодня в 7.20 ее уже не было. С краникой не попьешь через фильтр. Ну, и осадочки на донышке. Отключают ежедневно. Дают утром и вечером, да. Поначалу бежала отвратительная, с запахом таким страшным и мутная. Сейчас вроде бы ничего. Ну, вот, ну, вот никак не пишемся в график. Просыпаешься, не успеваешь даже ни посуду помыть, ни чего. Не убрать с утра, потому что детей в школу пока отведешь, пока приготовишь. Потом приходишь, все, воды больше нет. Жители многоэтажного дома на проспекте Победы устали жаловаться на грубые нарушения графика и грязную воду. Было с шести до девяти. Сейчас шесть, если дадут, всем уже отключают, все. И струечка такая, что, извините. Тоже грязная, грязная вода идет. Уже стараемся так, чтобы слить ее. Потом уже набираем там на питание. Елена Новикова живет на девятом этаже. И в ее квартире воды вообще не бывает. Она ежедневно обращается за помощью в городскую администрацию и звонит на горячую линию предприятия «Вода Крыма». Но решать проблему чиновники пока не спешат. Да качество отвратительное, но мне хоть какое-то качество. Дело в том, что говорили и обещали эти баки. Где они? Баки не установлены. Вчера на девятом я жалуюсь. А вчера она еле до пятого доходила. Проблема серьезная. Вопросы вокруг емкостей для воды тоже не угасают. Еще вчера симферопольцы жаловались на грязную воду в баке на улице Лизы Чайкиной. Сегодня ее там и вовсе нет. Сколько еще времени понадобится для того, чтобы график подачи воды по крымской столице наконец-то стабилизировался и отлаженно исполнялся, неизвестно. А пока вопросов остается куда больше, чем ответов. К слову сказать, надежду на решение водной проблемы пока никто не дает. С 21 сентября в налоговую инспекцию граждане могут попасть только по предварительной онлайн-записи. Такие меры приняты с целью профилактики распространения коронавирусной инфекции до особого распоряжения. Управление Федеральной налоговой службы по Республике Крым просит внимательно ознакомиться с данной информацией перед визитом. Запись на прием осуществляется на официальном сайте ФНС России через сервис «Онлайн-запись на прием в инспекцию» или через единый контакт-центр. Также можно воспользоваться личным кабинетом налогоплательщика или одним из 50 интерактивных сервисов на сайте для того, чтобы урегулировать вопросы дистанционно. За дополнительной информацией обращайтесь по горячим телефонным линиям, которые вы видите на экране. Крымчане, которые не успели оформить ряд выплат на детей в связи с пандемией коронавируса, могут сделать это до 30 сентября. В перечень входят выплаты на детей до 3 лет – 5000 рублей, которые начислялись с апреля по июнь. Они предоставляются, если ребенок родился с 1 апреля 2017 года по 30 июня 2020 года, а также единовременные выплаты семьям с детьми от 3 до 16 лет и от рождения до 16 лет. 10 тысяч рублей могут получить родители, чьим детям исполнилось 16 лет не ранее 11 мая 2020 года, а три года не позднее 30 сентября 2020 года. На еще одну единовременную выплату с аналогичной суммой в 10 тысяч рублей могут рассчитывать дети, рожденные с 11 мая 2004 года по 30 июня 2020 года. Заявление о предоставлении выплат может подать любой из родителей на портале госуслуг, в отделениях Пенсионного фонда России или многофункциональных центрах. Выплаты могут также получить опекуны, попечители и усыновители. Для этого в отделении Пенсионного фонда или МФЦ необходимо обратиться лично. Дорога по улице Хвойная находится в аварийном состоянии. Асфальтового покрытия здесь не было давно. Ходить по ней можно с трудом, а вот в дождь нежелательный совсем. Поток бывает настолько сильный, что сбивает с ног, предупреждают местные жители. О том, как они борются с этой проблемой и что планируют предпринимать до начала сезона дождей. Об этом прямо сейчас. В начале нашей улицы Хвойной эта улица как раз создала такую яму, что в эту яму собираются 3-4 улицы сверху с Ахмечита. Эта вся улица объединяется в одном месте и идёт по нашей улице до самой седьмой горбольницы. Множество камней, грязевые потоки, образование больших ям – всё это привело дорогу по улице Хвойная в плачевное состояние. Такой она была на протяжении многих лет и даже ремонт работы не исправили влияние погодных условий. Для жителей частных домов ливневые дожди стали испытанием с приходом весны. До своего дома добираться проблемно и пешком, и на машине. Жить в домах тоже становится нелегко, ведь во время дождей вода стекает сверху с района Ака-Мечеть, затапливая дворы и подвалы. Как нам построили новую улицу, красивую, хорошую дорогу, конечно, построили с двумя сторонами, тротуаром, очень красиво, мы обрадовались. Но прошла весна, как дожди пошли, у всех дома, в том числе и у меня, и у соседей, все подвалы дополнили с водой. Невозможно вообще ни машины не заезжать. Уже полгода у меня машина на улице стоит. Экстренные службы города с трудом добираются в этот район. Порой им приходится оставлять служебный транспорт на ближайшем асфальтированном участке и пешком добираться по вызову. Некоторые службы и вовсе по несколько недель могут не приезжать. Например, житель одного из домов был вынужден перекрыть улицу мешками с мусором. Спустя несколько недель их, наконец, вывезли. Люди живут взрослые, кому-то надо скорую помощь, кому-то еще что-то. Какие-то службы должны подъехать, газовые. Мы никто ничего не можем сделать. Мы с параллельных дорог подъезжаем, но это не везде возможно и не всегда возможно. Конечно, это ужасное состояние. И то, что никак на нас внимания не обращают и не могут нам помочь ничем, это обидно. Но, как оказалось, аварийное состояние дороги – не единственная проблема на улице Хвойная. Здесь также отсутствует освещение, что становится проблематично для тех людей, кто возвращается домой в позднее время. Отвечения вообще нет. Ночью вообще здесь можно ноги поломать. Ни здесь не освещение, ни там, где даже стоят фонари. Вот если по центральной дороге вы будете ехать, там стоят фонари, они никогда не освещаются, не работают. Жители домов не раз обращались коллективно к властям с просьбой решить эту проблему. Представители администрации Симферополя приезжали и обсуждали с местными жителями дальнейшее действие. Однако пока вопрос до сих пор остается нерешенным. В этом году я написал прокурору Центрального района и в ГИПД. Значит, пришел ответ от прокурора Центрального района, что моё письмо направлено. Да действительно они проверяли здесь, что страшное положение. Они направили для решения в администрацию города Симферополя. Тот же самый ответ пришел с государственной инспекции. Люди хоть и не перестают отчаянно ждать ремонт дороги, но все же стараются справляться с непогодой своими силами. За собственный счет они вынуждены ставить бордюры и ограждения высотой примерно в 60 сантиметров. Что ждет дорогу в дальнейшем и будет ли на улице Хвойная когда-нибудь праздник, об этом мы спросили в столичной администрации. Продолжение истории смотрите в следующих выпусках новостей. Кроме того, вводится запрет на разведение костров, сжигание мусора и травы на придомовых территориях. К нарушителям применят штрафные санкции от 2 до 400 тысяч рублей. По данным ведомства, в Крыму с начала года зафиксировано более 3 тысяч пожаров. Большая часть связана с возгоранием сухой травы и растительности. С начала года на территории Республики Крым зарегистрировано 3 177 пожаров, из которых 2 166 – это сухой травы растительности и камыша. В лесном фонде на территории Республики Крым произошло 95 лесных пожаров. По сравнению с прошлым годом цифра увеличена практически в 2 раза. В прошлом году было 55 лесных пожаров. Основная причина пожаров – это человеческий фактор и неосторожное обращение с огнем. Это все новости на сегодня. Спасибо, что были с нами. Я прощаюсь. Всего вам доброго. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова